Продолжение следует... Продолжение следует... В Думе экипажа, например, два летавших космонавта. Поэтому ребята очень опытные и очень достойно сдают экзамен. Экипажи сколько должны будут провести на орбите времени? Я знаю, что около года, да? Ну, вот экипаж основной экспедиции, да, Михаил Корниенко и Сход Хэль, они проведут год на орбите. У них очень обширная программа по научным экспериментам, по медицинским экспериментам. Поэтому долго готовились к этому полету, и ребята к полету готовы. А что там пресно отрабатывается на экзаменах? У кого это будет? Сколько великих вопросов и прочих? Ну, тема уникальна нашей тренажёры, что на наших тренажёрах отрабатываются все штатные и нештатные ситуации. То есть, вплоть до того, что если мы отрабатываем тренировки и экзаменационные тренировки на корабле, то есть вплоть от старта до стыковки, от стыковки и спуски. То есть, все штатные ситуации, а также нештатные ситуации, которые могут возникнуть в полёте. Также и на станции, на российском сегменте, все штатные и нештатные ситуации. То есть, реальное оборудование, реальные объёмы, это и отмечают наши партнёры, и все космонавты-останавцы, которые тренируются на наших тренажёрах. Поэтому отрабатываются все ситуации, которые могут возникнуть в космическом полёте. Скажите, пожалуйста, полет российско-американский, можно проводить какие-то аналогии с историческим полетом Союза Аполлона? И вот тогда было потепление, по-моему, сейчас наоборот, санкции и так далее. То есть это не влияет на работу в космосе? Нет, конечно, это не влияет. Тогда это действительно был первый международный полет, такой российско-американский, Союз Аполлона. Сейчас мы также очень тесно работаем с нашими партнерами, с НАСА, с американцами, с европейцами, с японцами. Поэтому нас всегда спрашивают, как повлияло что-то нынешняя ситуация на это. Конечно, нет, ребят, потому что мы работаем в космосе, единая команда, на единой цели работаем, на мир на Земле. Поэтому мы всегда говорим, что это, наверное, единственный островок у нас в мире, где работают люди разных национальностей на благо нашей Земли. Скажите, а можно немножко поподробнее о программе для основного экипажа, поскольку они там год проведут тренировку усиленно в психологическом и физическом смысле и остаются на том же уровне? Да, годовая экспедиция. Это у нас будет, как я сказал, Михаил Корненко и Скотт Келли. У них около 49 экспериментов, из них 21 по медицинскому направлению и 9 американских. Значит, Михаил Корненко будет участвовать у нас в 21 эксперименте российском и 3 эксперимента американских совместно будут. Скотт Келли будет участвовать из 9 экспериментов, будет участвовать в 5 экспериментах российских совместно. То есть будет совместная большая работа по научным экспериментам. А разработана уже какая-то программа по экипо реабилитации по существу на Земле? Конечно. На той центр поток космонавтов, да, у нас все имеются документы, тем более это не первый полет годовой. У нас до этого были полеты годовые, поэтому у нас есть все документы, методы реабилитации. Поэтому вся документация разработана и мы готовы к реабилитации. Ну, сначала ребята успешно отработают, что я не сомневаюсь, на станции, выполняют все свои задачи, а потом уже будем встречать после года их на Земле. А выходы в космос какие-то, ну, предусмотрены сколько? Пока не планируются, они предусмотрены, но если будут задачи, то есть ребята прошли полностью подготовку по внекорабельной деятельности, если возникнет необходимость, они будут готовы работать на внекорабельной деятельности. Сколько брали до сегодняшних экзаменов и какие еще этапы перед тем, как мы находимся в космос, еще и не стоим? Ну, экзамен как минимум продлится как минимум 5-6 часов, после этого 3 дня экипажу дается на так называемый профилактический отдых. 14-го числа экипаж улетает на Байконур на предполетную подготовку и уже 15-го числа, непосредственно в воскресенье, у них первая примерка на их корабле с СТМА-16. То есть очень плотный график. А завтра еще какие-то экзамены? Да, то есть сегодня у нас основной экипаж работает на станции, завтра экипажи меняются. Основной идет на корабль, а дублирующий идет на станцию. А результаты? А результаты завтра будут все. Ну, по станции сегодня будут и по кораблю основной дублирующий экипаж, и когда они меняются, так же сразу после тренировки результаты, а потом это все сумеется. Юрий Валентинович, во-первых, хотели бы поздравить Вас с юбилеем. Хотите спросить еще раз, вот по сравнению с тем, как Вы готовились к полету на орбиту, сейчас насколько сильно изменился процесс подготовки и работы там, и планируется ли какие-то новинки вводить в ближайшее время в ЦПК? Ну, во-первых, когда я летал, кроме полета, 5 лет назад был, а сейчас количество модулей на станции увеличилось, объем станции увеличился, поэтому увеличились задачи на станции, как научного плана, так и технического плана. Ну, и плюс Вы знаете, что разрабатывается, у нас уже разработана концепция развития пилотированной космонавтики, это дальнейшие полеты к нашему спутнику, к Луне и к Марсу, создание лунных баз, поэтому сейчас разрабатываются документы непосредственно в Центре подготовки космонавтов именно по концепции развития пилотированной космонавтики. И я думаю, что в ближайшее время эти документы Вы уже узнаете. Спасибо. Всем успехов. Юрий Валентинович, можно еще раз с днем рождения? И вы как-то срезали компанию Челкова вам такой подарок. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Юрий Валентинович. Спасибо. 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 Спасибо.